я вас приветствую дорогие друзья land rover discovery 3 несколько лет назад мы уже делали такой land rover ну что значит делали начали делать эти land rover имеется ввиду заниматься установкой японского силового агрегата в частности в 83 узет и на лайв канале тогда когда был первый такой land rover я целый на целый час ролик выложил как и что мы делали потом на основном канале было несколько роликов именно про тот land rover еще и другие были вот прошло время прошли года банальная очередная машинка land rover discovery 3 тоже банальный swap в 83 узет сохранением штатной раздатки сохранением штатного полного привода и этим уже никого не удивишь это понятно в россии сейчас очень много сваперов очень много и конторы частников и ателье кого угодно и сама по себе машина land rover и discovery 34 range rover sport получили очень большое распространение по установке именно в 83 узет 3 узет 43 объем 290 сил 6 ступка самый бюджетный самый дешевый самый доступный свап казалось бы да поставил поехал все в принципе по такой схеме и работаем в том числе и мы работают том числе и много-много других установщиков но можно продолжать также работать просто всегда свапить один и тот же мотор три узет 6 ступкой поставили поехали дешево и сердито машина продолжает эксплуатируется мотор понятный прозрачный недорогой даже если его убить а его очень сложно убить купили контрактник уже просто прикрутили на те же самые места и поехали дальше не то что родной дизель ремонт которого стоит космических денег если сравнивать со стоимостью уже этих автомобилей они уже недорогие третий дискарь там 500 плюс 4 дискарь там 800 900 плюс стартуют понимаете да вот поэтому такое вот распространение получила вот именно вот эти вот свапы 3 узета и делать одно и то же клепать ну как бы да можно и люди как бы да довольны но прошло время мы все взвесили все за и против а ведь помните как было да вот эта эйфория о в 8 3 узет вместо дизеля race logic померить 9 секунд едет а родной дизель как бы 12 едет это уже как бы ну 9 и 12 понимаете да там разница большая то есть 9 это ну прям вот нормально но где эти 9 газ в пол на верхах мотор раскрывается а снизов а снизов он вяленький не такой активный не такой прытки как дизель да кто об этом говорит с экрана да и практически никто потому что это антиреклама и я сейчас этим роликом грубо говоря делаю себе же антирекламу как любой бизнесмен я должен сказать да приезжайте да и давайте свои деньги давайте свои миллионы мы будем свапать продолжать один и тот же 3 узет но нет я все-таки за то чтобы каждый свапер развивался думал головой и если ранее мы ставили вот так вот в 8 прошло время мы сделали выводы начали что-то лучше делать лучше охлаждение лучше выхлоп лучшая обвязка и так далее это же самое в ландроверах я как раз хочу вот этим роликом показать что не совсем это корректный свап пойдем по порядку сначала покажу все-таки что под капотом в 83 узет я уже проездил на этой машине около трех недель этот автомобиль с екатеринбурга и заказчик задерживается его забрать по причине по той причине что просто работает не успевает вырваться поэтому я нам три недели отъездил здесь весь мотор был чистый но как видно уже весь запалился у нас были какие-то дожди не суть важно перед сдачей мы естественно обязательно помоем еще разок и так v-образная восьмерка газ-баллонное оборудование редуктор эмер палладио вот я думаю видно мы не так давно на них перешли хотя можно было ставить по старинке каме экстрим каме этом гол джи ти можно ставить два редуктора мы ставим только на газели суда на внедорожнике где мощность мотора не превышает 300 сил смысла нет ставить эта машина никогда как газель по 8 тонн таскать не будет и я сейчас не вру казахстан меня смотрит и казахстан прекрасно знаешь они по 8 тонн таскать да это дикий перегруз но 5-6 тонн нередки случаи когда в россии каждый 3 газель так ездит там до 2 редуктора затяжные подъемы есть еще всякие прицепы это само собой это внедорожник семья багаж все больше ничего один редуктор 350 лошадиных сил у него мощность поэтому это с запасом абсолютно нормально абсолютно адекватно все это дело справляется по обвязке естественно мы также выросли и я очень рад что на наших роликах выросли многие другие сваппер и имеет ввиду правильный впуск правильное охлаждение крузаковские радиаторы вентиляторы который управляется по шим сигналу то есть плавной раскруткой самое главное от сорбер вот я думаю видно машинка была дизельная сейчас бензиновая естественно уже под новые условия надо улавливать пары из бензобака катализатор он тоже здесь присутствует то есть я думаю что-то более глубоко рассказывать как что какие кронштейны шланги патрубки так далее смысла нету поверьте да что здесь сделано все по канонам заводов то есть как вот завода идет машина любая возьмите lexus бмв и так далее у которых продуман завода холодный впуск есть адсорбер есть ко всему доступ есть охлаждение есть естественный вентилятор есть охлаждение отдельная на автомат и так далее здесь также все продумано поэтому под капотом не больше рассказать нечего идем салон и так мы в салоне автомобиля кстати обратите внимание такую бедную комплектацию никогда не видел здесь нет кнопочек то есть нету кнопочек не круиза не управление магнитолой здесь магнитола была обычная заводская но владелец поставил 2 дину и ладно не об этом и так что у нас внутри то есть немножечко опять же культуре свапа очень очень много ко мне приезжает машин с целью оценить свап то есть бывает такие машины продаются редко у нас например вот не продается ни одной такой машины но бывает продается человек звонит это можете оценить вам приезжает машин не знаю даже даже у незнакомых мне людей свапнуто приезжает и я немножко в ужасе но то есть смотрите это заводская машина это не газель я понимаю да на газели можно пренебречь многими позициями сейчас поймите какими мы садимся в этот автомобиль понимаем да что наш даже нажав на педаль тормоза мы не можем переключить селектор это защита защита от детей от дурака от кого угодно она заводская она работает и только лишь вставив ключ она дает переключить то есть когда у водителя заведена машина ну или просто зажигание сейчас я включил понимаете да то есть вот как это работает если эти штатные системы не сломанного автомобиля в ландровых они никогда не сломана не всегда все работают то их надо сохранять и так включаем зажигание у нас сгорается вся приборка отрабатывает контрольной лампочки все гаснет и я думаю как видно что все абсолютно адекватно работает за исключением не пристегнутого ремня но вы знаете моя к этому отношения все значит у нас селектор завязан с педалью тормоза то есть не ребенок никто ничего не сделает не естественно не переключит terrain response работает и полностью отображается на приборке единственное в этой версии но это такой автомобиль здесь все на английском языке а бывают версии на русском языке пневма работает то есть она выше ниже опускается поднимается клацать вот можно помощь при спуске естественно и понижайка также dsc то есть это ну типа как есть пивот на своем то есть это бэймэшная система jalan rover бэймэй немножко был один концерн то то время это тоже работает и можно выключить здесь загорается значок тоже видел многие свапы которые пренебрегают этими системами хотя почему не понимаю сейчас есть куча электронику в том числе вот мы работаем сотрудничаем с компанией даем гаджет они сесть на эти булочки делают с хорошей уже прошивкой причем не то что с хорошей прошивкой а по моим меркам чересчур то есть я вот на этой машине катался думаю так дождичек туда-сюда ну и что ты думаешь да сейчас я под завалю ее пущу такой в прогнозируемый занос она мне бац вот так вот встряхнула и я никуда не поехал я понимаю что надо было выключить dsc то есть удалось удалось компании даем гаджет сделать так что она прям завязана с дросселем то есть она прикрывает дроссель подтормаживает стабилизирует именно так как было завода вот это очень классно вот в принципе вкратце вкратце как должен выглядеть свап и это не то что этом себе цену набивая от те позиции которые я вам сейчас рассказал любой мой зритель который здравомыслящий прекрасно поймет что все что я рассказал это эталон заводских работ ну то есть когда возьмите любую заводскую машину вот мы сейчас на парковке посмотрите сколько машин стоит разных марок возьмите любую откройте капот и вы увидите правильный впуск правильную установка мотора охлаждение радиаторы адсорберы защита селектора все пиктограммы вы все это увидите и если бы был бы мультируль то мы бы еще подключились есть на круиз контроль и все бы это работало понимаете да к сожалению в некоторых свапах до бывает такое что вот это все просто игнорирует этим это очень печально тем не менее вы увидели что как должен выглядеть свап я сейчас скажу правильный свап то вы будете думать что набивайся цены еще раз подчеркну это не набивание цены это так должен выглядеть свап с точки зрения мировых производителей теперь что касается моего начала этого ролика то есть почему я говорил что это не совсем правильный свап в 83 узет этот двигатель легкий алюминиевый 280 290 сил 6 ступенчатым автоматом 440 ньютонов метров крутящий момент который доступен где-то примерно на 3 700 3 800 то есть это изрядно верховой мотор который в принципе никогда в жизни тойотовцами не ставился в внедорожники или уж куда более в коммерческий там большим конечно большие автомобили микроавтобусы макси автобусы не ставился никогда тем не менее это самый бюджетный свап его ставят и в принципе можно ставить его как показывает практика он выносливый коробки тоже выносливый но при правильных главных парах в этих автомобиле главные пары 3 3 3 5 3 7 и выбора никакого нет здесь 35 но если мы даже поменяем их на бензиновый на 02 увеличится смысла этого никакого нет выброшенные деньги ничего кардинального это не не преподнесет нам ничего абсолютно сейчас мы в движении это поймем поехали как раз сразу мы начали потихонечку движение 20 метров в час и вот смотрите я вот давлю на газ он медленно плавно и видите как он тянет тянет снизу в 2000 оборотов 2 2 102 500 он тянет то есть снизу вот именно вялый разгон очень вялый разгон а должно быть как на в 8 как на многих заводских автомобилях в которых заранее завода просчитаны передачные числа вот какие на коробке к ним просчитываются учитывая массу автомобиля диаметр колеса просчитывается главная пара чтобы со светофора нажали и сразу вот отдача пошла снизу то есть оптимальная с подбор главной пары чтобы и снизу хорошо пошла и средний и естественно по трассе хорошо это ехала здесь получается вот он снизу вот вот ревет ревет он тянет 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 и если я продавлю конечно газ там сразу он будет переключить на более раннюю передачу и будет ехать на повышенных оборот это уже когда схода там с 30 хотя бы километров в час и вот даже смотрите если просто ехать спокойно вот скажем там 60 км в час вот я сейчас на типтроники вот поставлю шестую до уберу типтроник на драйве и вот она едет и еду спокойно я просто вот нажимаю газ чуть-чуть она одну переключает и тянет тянет вот две с лишним из плохой главной пары низко передачного числа ведь она еле-еле а чтобы вот она поехала я вынужден вот так нажать вот в пол просто тогда до от 4000 он раскрывается и более-менее вытягивать на этой главной паре а если бы была пара нормальная в том же самом упражнении на 2 102 200 я вот нажал бы вот она одну бы от чего 2 300 все и она мы сейчас уже подтягивали уже будут прижимала в сиденье не то что прям совсем но уже чувствовал бы вот это вот тяга которую любят в дизеля то есть за что дизеля любит вот за эту тягу чуть-чуть нажали газа на дизель надеть когда он уже работает до мужчину сходу идем дизель он уже там какой-то boost имеет нажали нажали на дизель и он про нанести к брату и вот пошел вот он вот вот все тут прям подтягу это чувствуется это очень удобно не нужно продавлять не нужно ждать вот эти большие обороты чуть надавила она пошла пошла отпустил уже уже не надо там допустим догнал машину да все еще чуть нажал перестроился и вот так пошел пошел по городу очень удобно здесь получается он в натяг натяг на так то есть мы нажимаем мы ждем думаем а уже мне не надо перестраиваться а там уже другой шустрик на солярисе какой-нибудь залез понимаете да ну вот так это происходит и поэтому я хочу убрать вот это хочу это искоренить и уже идут над этим работы с места смотрите с места газ пол нажал ведь я ловил и вот с 3000 только она пошла видели да только с 3000 она начала жить эта машина этот двигатель начинает жить с 3000 километров надо суда внедрять нормальные главные пары будет это сделано обязательно обязательно будет это сделать сейчас едем на трассу выходим на скоростную трассу м4 и по трассе я вам покажу какие минусы есть по трассе и в чем заблуждение многих людей которые думают что чем меньше обороты на трассе тем значит меньше расход топлива это вот грубейшее заблуждение я не знаю откуда оно пошло наверное от жигулей вот в жигулях раньше да там были разные редуктора там копеечный троечный шестерышный вот эти коробки 4 5 ступки потом появились и вот люди да там вот оттуда ну потому что ну такое время было да такие моторы и скорости то особо не такие были может быть да но вот здесь когда мы рассматриваем уже другие внедорожные машины это внедорожник рама вес аэродинамическое сопротивление здесь все по-другому погнали на трассу мы сейчас вышли на трассу 100 километров в час вот я даже сейчас включу функция тип троник вот принудительно я включил шестую передачу видите шестая передача вот здесь цифра к 6 видно и 1400 оборотов это 100 километров в час я еле дотрагиваюсь до педали газа если дотронусь чуть сильнее то коробка почувствует нехватку крутящего момента естественно переключится и вот в таком вот обратите внимание прямолинейном движении скорее всего да она будет вот вытягивать это сами понимаете я еду без большого количества людей без загрузки дорога чуть-чуть идет в горку наверное не видно это на кадре но вот я держу немножко газ да и полторы тысячи 105 км в час выключить тип троник и вот я чуть-чуть прибавил смотрите чуть чуть прибавил уже пятая передача и 2 400 2 400 скорость 110 115 бублик заблокировался почти 120 2 300 вот чтобы добиться 6 я должен отпустить педаль газа и ждать когда она переключится на 6 то есть когда блок управления двигателем соизволит переключиться на 6 учитывая да что он поймет что ему хватает крутящего момента но учитывая что это внедорожник этого происходит крайне редко то есть получается как бы в натяг обратный эффект казалось бы да по теории многих диванных экспертов должна же быть топливная экономичность но она не получается потому что двигатель не вытягивать на таких очень низких оборотов это далеко не пик крутящего момента вы понимаете даже на 5 а на 6 к там 1300 1400 это очень плохо почему я говорю что конкретный случай надо рассматривать то есть если это равный большой внедорожник и если это диаметр колеса внешне я говорю общее неважно какого диаметра диска 16 или 22 мы берем внешний диаметр колеса которая рассчитывается естественно на шинном калькуляторе это будет понятно в миллиметрах если он довольно таки большой то здесь нужна пара 4 8 4 9 5 5 и 2 5 и 3 вот где-то такая для внедорожников 5 и 3 я об этом много говорил и забегая вперед я уже нашел решение я пока никому его не раскрываю свой карт я уже купил редуктора я уже купил главный пар я уже этим занимаюсь я уже это собираю и это будет собираться на land rover discovery 4 это роль никой не играть такая же машина как и 3 дискарь для одного из наших клиентов и после него еще несколько клиентов уже записались исключительно на вот такую концепцию правильных главных пар и 6 ступки при этом мотор ну да в тех версиях у меня будет 2 узет 4 7 здесь 4 и 3 3 узет причем при этом мотор роли не играет можно и 3 узет оставить если сюда добавить главные пары прекраснейшие главные пары с большим передачным числом то все станет на свои места и автомобилем станет комфортно управлять эксплуатировать и в городе с низов и на трассе и при этом будет оптимально оптимально по топливной экономичности по отдаче подтягив и на низах и на средних и на верхах и на трассе и в городе везде будет но к сожалению вот такие вот минусы мы замечаем спустя время все это приходит с годами все это приходит с опытом и печален тот факт что если бы я как большинство мастерских ателье можно громко сказать в россии как продолжают клепать одно и то же одно и то же и ничего не делая или же хотя бы не предлагая клиенту а давайте попробуем но это неправильно они будут вот вот я не понимаю этого вот я считаю что это неправильно я считаю что это плохо и мы тоже по сути продолжаем клепать но я хотя бы клиенту говорю вы знаете будут будет ряд минусов ряд минусов клиент горит либо окей окей все работаем либо говорит нет там давай поменяем давай придумаем давай другой мотор у нас есть еще один land rover discovery 3 который мы сейчас закончили с настоящим 2 уз 4 7 288 сил веби специальным от лексуса gx 470 но там пятиступка его лексусовская родная там уже машина стала приятной очень приятный и снизу и на трассе просто великолепно но все равно недостаточно потому что главные пары еще раз подчеркну там не трогались это был такой маленький анонс уже второй анонс помимо главных пар и в скором времени мы закончим ту машину там есть сложности по прошивке блока управления по отключение экологии но вот чуть-чуть нам остается мы закончим и обязательно отдельным роликом покажем на нашем канале естественно вот если смотрите нажать конечно да на верхах машина поехала но не шибко не шибко активно ну да 140 там можно и 200 она пойдет но вот как раз и на 200 будет проблема что на паре 5 и 3 не было бы проблем на 200 то есть она шестой передаче хватало бы крутящего момента вытягивать ну наверное чуть приврал где-то на 180 хватало на 200 47 если был бы его бы хватало я как раз с эвакуатор выложил у нас там 455 бар здесь пара 35 а там 455 но там диаметр колес меньше тоже 6 ступка 47 на 6 передачи груженный эвакуатор 170 километров в час вытягивать здесь я иду вы видели дача 100 километров в час там 110 я чуть придавлю она уже избавляется от 6 включает пятую вот поэтому ну как бы да на верхах он как бы едет но и что на верхах просто гонять 30 литров расход это не всем нужно да здесь есть газ баллон оборудования я понимаю по рублям экономии даже пусть хоть 40 литров есть не проблема можно себе позволить но прихода такого нет вот и к чему говорю в общем в принципе все нечего больше по трассе сказать возвращаемся и подводим итог ну вот и все дорогие друзья надо как-то подвести итог уже завершить этот ролик ну а какой собственно можем подвести итог вы сами все увидели первое в 83 у z на 6 ступки и вот к нам бобик пришел привет имеет место быть имеет место для того чтобы свапнуться в практически в любую машину газели волги любая иномарка внедорожники седаны купешки кабриолеты куда угодно можно swap но ко всему нужен правильный грамотный подход и если по обвязке по всяким там выхлопом катализатором от сорбером и так далее я уже вижу какой-то по какой-то прогресс какую-то тенденцию того что сваперы хоть как то чуть-чуть меняются ну то есть не просто абы что свапнуть за три копейки а как-то и ценник повышают и естественно качество и душу пытаются уже вкладывать и это большой респект надо все-таки вот решить вопрос главными парами ближайшее время я выпущу ролик по поводу land rover discovery 3 с 2 узетом с правильным 2 узетом на пяти ступке вы уже увидите колоссальную разницу но недостаточную для комфортабельной эксплуатации во всех режимах и чуть позже не буду загадывать как когда может быть этой зимой а может быть уже в конце зимы то есть это может быть не за январь февраль пока не буду загадывать я над этим работы уже запчасти купил мы уже в процессе в процессе поверьте если я что-то сказал что я в процессе значит мы завершим то что я начал вопрос времени да это может быть долго но это будет так что как-то вот так дорогие друзья перед тем как заказывать какие-то либо свапы подумайте тысячу раз о том что с низов 3 узет может ехать не так кайфово как ехал ваш дизельный двигатель и поэтому может быть все таки стоит задуматься о дизельном моторе да действительно и сейчас набирают популярность направления рядной шестерки бмв м57 который анонсировал и мы сейчас уже в уазик начали такой ставить и land rover of несколько в очереди уже записаны имеет место быть те же люди которые все-таки не хотят тракторного звука дизель и можно поставить бензинки но надо понимать то есть либо все таки мы ставим там два узет далее если и этого мало то главные пары а это бюджет еще куча денег то тут надо очень плотно задуматься надо ли она и если надо то идти к правильному свапу с вами был как всегда василий я вам высказал максимальную информацию над чем вы можете подумать не только зрители не только те кто хочет окунуться в свап но и те сваперы которые делают своими руками такие свапы в какую сторону расти до новых встреч